Мир в ожидании сегодняшней встречи лидеров Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики. Председатель КНР Сы Цзиньпин посетит Сан-Франциско. Он приглашен к участию в 30-й неформальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и саммите форума АТЭС. Президент Джо Байден рассчитывает в ходе встречи с главой Китая восстановить нормальные отношения между двумя странами, пишет Reuters. В целом, встреча имеет огромное значение и открывает возможности для всего мира, считают эксперты. Ожидается, что диалог будет посвящен общим выгодам на широкую перспективу. Переговоры предоставят огромный потенциал для глобального роста и сотрудничества. Тот факт, что две крупнейшие экономики собрались здесь для очень важного решающего разговора в это время, действительно открывает дверь другим возможностям для всего мира. Это добавляет уверенный оптимизм как раз тогда, когда год подходит к концу и мы начинаем новый. Легко указывать на то, что нас разделяет. Важнее смотреть на то, что нас объединяет, что приносит нам пользу и не ограничиваться взглядом на узкую перспективу. А смотреть на более широкую перспективу, более целостную. Это выгоды, которые приносит сотрудничество и возможности, которые мы должны привнести в глобальный рост. За встречи лидеров двух крупных государств пристально следят деловые круги. Похолодание отношений между двумя крупнейшими экономикой мира отрицательно оказалось на доходах бизнеса. «Очевидно, что это очень сложно, но я называю это двумя торговыми отношениями. Одним из таких являются настоящие деловые торговые отношения. Их логика не изменилась. Однако, помимо этого, существует ещё один уровень торговых отношений, и это политическая торговля. Это абсолютно ужасно. Эта практика причинила большой ущерб людям с обеих сторон». Несмотря на напряжённость между странами, двухсторонняя торговля США и Китая продемонстрировала устойчивость. Она продолжала расти в течение последних нескольких лет. По данным Министерства торговли США, в прошлом году товарооборот достиг рекордного уровня – в 690 миллиардов 600 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 5,2%. «Я не думаю, что кто-то сможет остановить глобализацию. Многие люди могут попытаться замедлить её. Но в конечном итоге глобализация будет двигаться вперёд, поскольку цена за антиглобализацию будет слишком высокой. Есть надежда, что лидеры с обеих сторон могут быть рациональными, профессиональными, непредубеждёнными. Смогут сосредоточиться на благе жителей этих двух стран. Если они это сделают, я уверен, что обе стороны смогут найти способ двигаться вперёд».